Да-да-да, открыто, заходите Я понимаю, типичный случай Но вы правильно сделали, что обратились именно к нам Потому что у нас работают настоящие специалисты Знаете, последние подонки, сволочи и скандалисты нашего города Как понимаете, после реформы ЖКХ люди без работы не остались Давайте, давайте к делу Сначала надо будет заполнить одну небольшую форму Да-да-да, давайте Вы готовы? Да Ваш год рождения 1980-й Да, ну и старьё-то, конечно Что, простите? Всё нормально, это я вас так эмоционально подготавливаю к скандалу Так сказать, нащупаю ваши психологические триггеры А что такое триггеры? Это чувствительные точки психики Если для тупых объяснять В смысле для тупых? Подготавливаю вас А-а-а, поняла, извините Всё нормально, я к придуркам привыкла Что? Как вас зовут? Галя Боже Что за колхоз? А что не клала? Что, у родителей совсем с фантазией туго было, да? Нет Знаете, вот это слишком Я сейчас Галя Галя, накапливайте Галя, накапливайте Ваше хобби Ой, этого у меня полно Я очень люблю делать всякие осоления Я обожаю высаживать рассаду И очень люблю делать поделки из бумаги Забираю свои слова обратно Имя Галя вам очень подходит Спасибо Спасибо Что спасибо, это был сарказм Кто был? Вот вы, матушка, уже и до Гали не дотягиваете Слушайте, ну почему вы меня путаете? Скажите, пожалуйста, а вы всегда были такой жирной коровой? Простите, что? И на критику лишнего веса Точка Галя, все, все, выдыхайте Единственное, что хотелось попросить К приходу нашего сотрудника, пожалуйста Оденьтесь как-то поприличнее, да? А не как лошара Ага, поняла, поняла Поняла, это вы меня подогреваете к скандалу, да? Не-не, сейчас вам советую чисто, как женщина-женщина Спасибо, конечно, но мы уже можем начинать Да, да, давайте начнем Скандал будет здесь? Да, здесь, в этой квартире, да Помещения, конечно, маловато Посуда будет биться ваша, наша? Моя Надо, чтобы соседи слышали скандал О, как это? Ну, смотрите За 50 гривен приезжает наш специальный сотрудник Павел А он бывший оперный певец, понимаете? Скандал будут слышать все соседи Нет, это лишнее Хорошо, вещи с балкона выкидывать собираетесь? Конечно Отлично, значит, соберем для вас один комплект мужских вещей Этаж у вас второй О, Галенька, смотрите У нас есть специальное предложение для жильцов первых двух этажей За, ну, небольшую доплату Во время того, как вы выкидываете вещи с балкона Наш сотрудник ждет вас внизу и закидывает вещи обратно Отлично Таким образом удовольствие длится дольше, Галя Супер Супер Теперь давайте по сценарию Так Я предлагаю вам классический скандал, да? Пускай все начнется здесь, на кухне, да? Вы станете, будете орать друг на друга, бить тарелки Потом убежите плакать в ванную Будете сидеть там полчаса А наш сотрудник в это время под дверью будет просить у вас прощения Вы гордо выйдете, проследуете с ним в зал И там возможен примирительный секс Отлично! Это еще не финал Секса у него не получится И вот вам новый повод для ссоры Ну, а если вдруг? Галенька, никаких вдруг у нас работают настоящие профессионалы У них не получается всегда Ну, я не знаю Ну, а может вы мне какие-то акции предложите? Давайте посмотрим, какие скандал пакеты мы могли бы вам предложить Итак, Галя, специально для вас у нас есть пакет безлимитное унижение Все входящие и сходящие оскорбления круглые стутки не останавливаются Также пакет рукоприкладства Так И рукоприкладства плюс Ух ты, как интересно! А что входит в плюс? Многоприкладства Вот неплохо, неплохо Но вот мне бы хотелось чего-то такого особенного Да что? Да, тогда Галя Специально для вас Наш новый пакет Свекровь плюс С тремя уровнями противности Интересно? Конечно! Тогда давайте представим Я свекровь, вы, к сожалению, по-прежнему, Галя Да Итак Первый уровень Ой А что это вы плиту случайно не помыли? Или вам так нравится? Нет? Хорошо, хорошо Второй уровень, второй уровень Боже! Боже, что у вас тут сдохло? Да пооткрывайте же вы окна! Там А, Алечка, это ты котлеты жаришь, Майкель Ну, нет? Хорошо, тогда третий уровень, мой любимый Да, сынок, ну, знаешь, как говорится Если взял дворняжку Хоть стриги ее, хоть купай Но с панели из нее не получится А ну, заткнись! Я так понимаю, свекровь берем? Да, очень похоже, очень Я заметила Спасибо В общем, Галя Заказик я оформила В течение дня Скандал будет доставлен по вашему адресу Да ладно Здравствуйте Я по поводу заказа Какой нахрен Здравствуйте Ты где шлялся, скотина, а? Три часа ночи Ты мне все нервы вымотал Толстая я, да, значит? Имя у меня колхозное, да? А вот тебе и рука Прикладство На! Одеваюсь я, как лошара, да? А вот тебе и Ного прикладства Галя, Галя, Галя Галя, мне кажется, вы пришли Я поняла, одному страшно с мамой пришел, да? Что? Ничего, маманя Дворняшку взяли Знаете, сейчас оба подняли свои аристократические задницы И в умань на родину На тебе и на тебе Ой, как хорошо Спасибо Я прошу прощения Суши вы заказывали Нет Нет Это тринадцатая квартира? Нет, это четырнадцатая А, я тогда Поголись Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Не провожайте Галя У меня есть для вас предложение, Галина Давайте к нам Мы вас сделаем директором Галя, у вас большое будущее Идемте Похал Богини здесь смеются на царь. Лариса. 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 Вы что, меня не слышите? Да вы ко мне обращайтесь. Мужчина, у вас есть прикурить? Лариса. Владимир. Галина. Никаких имен. А зачем вы мне тогда свое назвали? Это не имя, это пароль. Как мы договаривались. Смотрите внимательно. Ох, нихуя. Хорошо, мне им понравилось. А зачем это было? Ну, чтоб вы убедились, что на мне нет прослушки. Я вообще об этом не думал. Ну, тогда действительно неудобно. Давайте к делу. Я извиняюсь, вы бы не могли вернуться ко мне, а то не слышно ничего. Вы что? Вас не должны видеть вместе. А что ж мы тогда в центре города встретились? Они где-то на пустыре. Какой пустырь у меня новые туфли? А у вас, это, траур и чуть-чуть веселья чешу. У меня антракт. Я начинаю второй акт, давайте быстрее. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы моего мужа... А, что сделал? Моего мужа... Я понял, я не по этим делам, я по женщинам. Я не в смысле... А в смысле... В чем разница? Как же это объяснить вашим плебейским языком? А, я хочу, чтобы вы его шлепнули. А, просто шлепнул? Не надо! Нет. Так скажите прямо уже, что... Нельзя прямо. Давайте я вам намеками объясню, давайте. Это что происходит? Ну, давайте. Значит так. У меня есть муж. И у меня в гардеробе очень много черных вещей. И мне их некуда носить. Понятно? Да, вы не останавливайтесь, подсказывайте. Хорошо. Я актриса. Играю в труппе. И хочу, чтобы мой муж тоже был в труппе. Но с одной буквой «Б». Понятно? Еще одну подсказку и все. Господи, да что ж это непонятного? Я хочу пострадать. Хочу прийти к соседу, сказать, у меня табуреток не хватает. А люди пришли. Дайте, пожалуйста, понимаете? Так я вроде понимаю, но я ничего не слышу. Что вы говорите? Что вы делаете? Что вы говорите? Держите дистанцию. Я извиняюсь. Что? Господи, остановите! Стоп! Меню. Меню. Перейди, меню. Перейди. А, меню? Я хочу, чтобы вы сделали из моего мужа третья страница, пятое блюдо сверху. Ха, крем-брюле? Какое крем-брюле? Откуда крем-брюле? Что это такое? Они же... О, они поменяли меню. Официант, принесите старое меню. Как они могли? Как посмели? Вы что, вы учили все меню? Конечно, я готовилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, мы просто его уже выбросили. Вот старое меню. Ой, спасибо. Вы готовы сделать заказ? Вот именно, я делаю заказ, заказ. Я хочу... Так, третья страница. Вот, пятое блюдо сверху. Бифштекс. Бифштекс. Прекрасный выбор. Значит, бифштекс вам и вашему другу. Какому другу? Вы что, я его впервые вижу? Кто вы такой, мужчина? Извините, я просто видя, как вы общались... Мы не общались. Ладно. Может, будут какие-то пожелания к блюду? Да. Я хочу бифштекс из одного барана. Прекрасный выбор. У нас как раз есть молодой барашек. А зачем молодой? Молодой не надо. Я хочу из барана, которому 42 года. Извините, но бараны столько не живут. Вот. Бараны столько не живут. Теперь вам понятно. Да, теперь понятно. Вам бифштекс, мне крэмбрули. Вы что такое? Что? Вы что такое? Что вы опять шибки? Стоп. Стоп. Я хочу, чтобы вы убили моего мужа. Вы принесли фотообъекта. Господи. Конечно, нет. Это очень опасно. И что? Как дальше быть? Давайте я вам его опишу. Задавайте вопросы. Давайте. Он высокий или низкий? Когда как. Это как? Ну, когда сидит он низкий, когда встает высокий. Это мне поможет. Так. Что по одежде? Свитер с двумя молниями. В этот день будет? Всегда. А еще он заправляет бриджи в сапоги. Он сумел заправить бриджи в сапоги? Теперь вы понимаете, почему я хочу его убить. Возьмите салфетку. Давай поставим салфетку. Возьмите. Я вам его нарисовала. У него голова больше, чем туловище? Нет. Три волосины на голове? Да нет, конечно, больше. А глаза — это две точки, да? Ну, я не умею рисовать. Это я понял. Тихо. Да заснут. Кто? Ладно. Тссс. Что? 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 Вы меня только что позвали? И не звал я вас. Тссс. Что? Да шо-шо? Ну, вы меня только что точно позвали. Да не звал. Тссс. Да что же вы меня зовете? Я воду открываю. И что, из-за этого меня надо было звать? Лариса? 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 Лариса, господи, я забыла. Что? Вы мне можете дать более конкретную информацию о вашем муже? Конечно. Переверните. Шо, мир? Переверните салфетку. И что? Там, смотрите, там его ник в игру в танчике, в танчике. Зачем? Я хочу, чтобы вы вначале убили его там. Ну, почему? Я хочу, чтобы он мучился. Слушай, дайте мне его настоящее имя, пожалуйста. Нет! Нельзя, нельзя. Я вам... Я вам могу настучать азбукой Морсе. Давайте. Вы знаете азбуку Морсе? А у меня есть выбор. Давайте, давайте, давайте. Ага. Моего мужа зовут... Ну, я не знаю. Да-да-да, вам что-то подсказать? Что вы пришли? Нет, ничего не надо. Моего мужа там зовут... Да-да, вы меня звали? Да что ж это такое? Что ж вы мешаете мне сидеть, ждать? Уйдите. Слушайте, давайте я вам по-другому намекну, намеками, намеками, как его зовут. Давайте. Значит так. Его зовут. Как Сергей? Только не как Сергей. Слушайте, это как? Это среднее между Михаилом и Ярославом. Мирослав? Нет, ну запомните третью букву. Третью. Да все, короче, мне надоело. Я ухожу, у меня еще одна встреча. Тупо, остановитесь. Что? Пишите, сколько нужно денег, я заплачу. Пишите на салфеточки, мне тихонечко передавайте, давайте. Что происходит? Пишите, пишите, пишите. Не стесняйтесь. Что вы сделали? Я перепутала действия местами. Так, все, я пошел. Стоп, не уходите, я вам заплачу любую сумму. У меня есть условия. Что, условия? После того, как вы убьете моего мужа, вы должны будете сделать мне ребенка. Это, это зачем? Ну я же одну жизнь отбираю, другую должна подарить. Девушка, сходите в ЗАГС и разведитесь, пожалуйста. Нет, нет, я ходила в суд. И что? Что они меня не понимают? А я их понимаю. Да, ну давайте обсудим все-таки. Да я говорю, это очень просто. Что вы стоите здесь? Хорошо, подходите сюда. Жора. Хорошо. Жора. Жора. Это он? Кто он? Я извиняюсь, у меня просто затянулось предыдущая встреча. Без проблем, без проблем. Это она! Кто она? Кто он? Кто вы такие? Здравствуй. Привет, дорогая. Привет, дорогой. Какие у тебя дела с этим мужчиной? Ты что, никаких дел? А у тебя какие дела вообще с этим мужчиной? Не, мы хотим. Я пришел в ресторан. Что ты пришел? И что? Я пришел заказать крем-бруле. А у них новое меню? Откуда ты знаешь, что у них было старое меню? А ты откуда знаешь? А я что? Официант, крем-бруле, пожалуйста. Это женский квартал. Какие не здесь смеются над собой. Это женский квартал.